На прошлой неделе Владимир Владимирович Путин подписал, наверное, для большинства все-таки неожиданный указ, разрешающий принимать на государственную службу, ну без доступа к госставине, россиян, имеющих двойное гражданство при невозможности отказа от него. Вот, как говорится, мы боролись-боролись, левые силы боролись, вроде бы и власти с этим сохранились, но вот за что боролись, на то и напоролись, к этому вернулись. Как это можно объяснить и почему именно сейчас? Да, потому что, понимаете, для президента и его команды, вообще для всей вертикали этих чиновников, для них конституции и законов нет. Они живут по теории, что я и есть конституция, я президент. Чиновник говорит, а я тоже, я и устав, я и конституция. Нет сдержек, нет противовесов, нет ответственности за то, что они не выполняют конституцию и законы не выполняют. Отсюда логичный вот этот его указ, логичный просто. Ну, есть наверняка там какие-то родственники, есть тот же самый Песков, его пресс-секретарь, который я, как депутат Госдумы, запрос сделал, проверьте его на двойное гражданство, на вид на жительство, проверьте на собственность, проверьте на счета, если нет. Если есть собственность за границей, ее надо обслуживать. Вы же знаете, Дмитрий, она не может быть. Коммуналку надо платить, ремонты надо проводить, там счета, через кого подставных лиц или кого-то, но они есть. А у нас закон есть, запрещающий наличие счетов за границей. У госслужащих, ну, это же элементарно проверить. Нет политической воли у первого лица проверить это. Что, у нас депутат Московской городской думы по Новой Москве, он имеет двойное гражданство. Опять же, я депутатским запросом отдавал в службу миграции, в МВД, он не должен быть баллотироваться даже. Проверьте, ноль. Ходили прямо на личный прием, вот документы, давайте, так сказать, снимайте его с регистрации. Ноль буквально. Провели от мэрии, стал депутатом. Где право? Где закон? Он не было и не будет, пока нет противовеса в лице сильной законодательной власти, депутатской вертикали. Пока нет противовеса по линии судов, независимых судов. Так и будут они наплевать на конституцию и на закон. Начиная с первого лица. А это прецедент. Значит, можно воровать, можно давать откаты, можно нарушать законодательство. Прикроют. Кто прикроет? Самое первое лицо прикроет. Вот из этого направления и его указ. Его надо отменять срочно. Не надо позорить власть как таковую. Они просто дискредитируют власть. И вот этот указ я, как депутат, собираюсь подать в суд. На решение, на подписание указа, незаконного указа, двойным гражданам принять его на госслужбу. Нельзя такого. Не должно быть двойных стандартов. Николай Николаевич, вот к вам вопрос. Опять же, Владимир Владимирович Путин на протяжении последних лет делал довольно много заявлений, что при нем не повысится пенсионный возраст, что будут 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест достойной оплаты, что ставились цели по демографии, ставились цели по достижению определенной продолжительности жизни. И вот теперь с двойным гражданством получается то же самое. Громогласно сказали, что оно не должно быть, теперь что оно есть. Вот что это такое? Это действительно трудности управления государством? Ведь всякое бывает. Или это какой-то двойный стандарт? Орловское двоемыслие. Я хочу напомнить президенту, я просто этим сам занимался по долгу службы. У нас двойное гражданство по закону давным-давно не признается Российской Федерации. Причем в отношении всех чиновников. Это закон 2002 года. Может, стоит его полистать. Вообще подписан Путиным. То есть, еще этот указ появился. Если он Украины касается, да, там вопрос определенный есть. Так напиши в указе, что касается только граждан бывшего Украины. Но они просто, прежде чем отказаться от своего гражданства, требуют, чтобы человек принял другое. А человек не может принять другое, прежде чем... Ну, есть вопрос, но напишите про Украину. И все. Что дурака-то валять, в конце концов. Поэтому, ну что здесь? Просто, наверное, власти боятся. Если они запретят, действительно, он просто исполнит закон, иметь двойное гражданство. Представляете, приходят на заседание правительства президента, а никого нет. Ити тишина. Николай Николаевич, вот вам известна международная практика. Вот в бездуховных США или в бездуховной Европе, там лица, допустим, с российским гражданством могут претендовать на высокие государственные должности? Нет, там еще хуже. В Америке смысл такой. Если вы уехали из страны, ну, если вы не в армии служите за границей, там не в посольстве, у вас отбирают гражданство. Отбирают. Вы еще обязаны жить в стране. У Российской Федерации так, более либерально. То есть, человек с российским гражданством может жить за границей, да, если он от него не отказывается. У них нельзя. У них к вам придут и скажут, гони паспорт. Или возвращайся в Соединенные Штаты. Или наш, или не наш. Теперь, что касается 15 тысяч рублей, я предлагаю этот пир расширить. Я офицер запаса, я предлагаю всем офицерам запаса по пятнарику. Потом раз. Всем, кто носит значки, ну, тысяч по 7, предположим. Всем, кто в синих пиджаках, ну, тысяча 3 тоже можно отстегнуть. А вообще, если говорить честно, вы смотрите, товарищи, друзья. А без пиджаков. Интересно, учителям по 10 тысяч доплачивают. Так что, они продолжают. Смотрите, друзья, если честно. Вот чем выше рейтинг КПРФ, тем больше они платят. Из этого смысл какой? Если рейтинг выше, это бы не 15 тысяч, это 20 тысяч. Расценки будут растеть. 25, а то и все 50. Из этого вывод простой. Ну, все объективно для меня и понятно. Допустим, даже по законам. Ведь внес президент закон о борьбе с коррупцией. Где написал пункты, Дмитрий, ты точно знаешь, что есть обстоятельства непреодолимой силы, когда взятку можно брать. Вот не хочешь обстоятельства с непреодолимой. Ты ее берешь. И это не является коррупцией, взяткой. Это интересная корпорация. Работает интересная корпорация. Это же сам механизм просто. Это же закон. Это главный закон. Он вносится ответственным человеком. И понимаешь, вот я как депутат понимаю, что для своих дружков, для кооператива, для олигархата взятка возможна и не подсудна. И определяет, кто судит. Кто определяет. Закон трактует. А у нас известно, кто трактует. И в судах бесполезно это будет доказывать, что этот должен сидеть. А там непреодолимой силы обстоятельства. Он просто взял. Это из этой же категории. То есть, для президента, для дружков, для членов кооператива и для тех олигархата нет конституции и законов. А для народа законы и конституции все будете под плеткой ходить. Валерий Федорович, ну вот действительно о серьезной тематике. Даже посмеиваются над этим выплатами и десятитысячами. Я считаю, что эта вещь крайне серьезна. И она во многом действительно сделана вынужденно под влиянием левых сил, под влиянием КПРФ. И эта политика, видимо, будет расширяться. Но почему власть перешла к этой новой технологии? И как вы ее оцениваете? Ведь для многих, многие люди сейчас настолько бедны, что для них 10 тысяч это решение хотя бы каких-то семиминутных проблем. И как относиться к тем людям, которые эти деньги получают? Ну и, соответственно, как к самим людям относиться? Вот если бы мне, допустим, что-то выплатили, наверное, я бы взял бы, а поступил все равно по-своему. Да, Дмитрий. Во-первых, почему они перешли? Авторитет президента и Единой России упал настолько, что уже словами его не поправить. И слова, дела, которые они озвучивают, тоже не поправляются. Даже те подачки, которые они сделали по подачке, я их называю своими именами, 1 сентября выплатили, а авторитет у Единой России упал. У них трагедия, шок. А что делать в этом шоке? Значит, у них нет ничего, кроме как обещать, 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 и что-то еще давать с барского стола. Хотя бы кости набросили людям. Глядишь, кто-то на это клюнет. Я вот был в Сокольниках буквально вчера на встрече. Действительно, народ обступил и говорит, как нам быть? Вы знаете, вот я что почувствовал, Дмитрий? Чувство собственного достоинства у народа. Вот они приходят злые и говорят, что нас купить решили? Зло. Я не буду брать эти деньги. Нет, это ярость благородная. Да, благородная. Готовый вскипает, как волна. Действительно так. Ведь все это узнали. И говорят, меня хотят купить за 10 тысяч рублей. Я русский, я не покупаюсь. Понимаете? Вот обступили. Что делать? Я говорю, ребята, успокойтесь. Заберите это ваше деньги. Это у вас украли. Минимум 300 тысяч у вас украли по инфляции, Сергей Павлович. Мы все посчитали. А если считать, сколько у вас украли через офшор? Сколько вытащили по налогам? Сколько у вас по ЖКХ? По цену за морковку? Президент начал смотреть и никак не узнает. Может морковку раздавать? Почему? Почему? Цена на морковку повысилась. Президенту больше нечего делать, как о морковке говорить. Понимаете? Но я говорю, берите это ваше. Вот морковку раздаю. Заберите, но голосуйте так, как велит вам совесть, порядочность, честность. Вы правильно понимаете, что вас хотят купить. Вот знаете, под аплодисменты. Говорят, все поняли, возьмем, возьмем, а пойдем голосовать за те, которые мы считаем необходимым и нужным. Я, кстати, думаю, такое отношение у большинства населения. Все это воспринимают, как, во-первых, их, наши, а пойдут по-своему. Николай Николаевич, вот, к сожалению, вам, вы не можете баллотироваться по совершенно надуманным основаниям судебного решения, которое мы считаем незаконным. Не можете баллотироваться в Госдуму. Говорите, я не понимаю, как вообще сидите. Я же могу огнестрельное оружие применить, что еще там, отравляющие вещества. Но, тем не менее, вы все равно много встречаетесь с народом, все равно много беседуете. Как вы оцениваете настроение общественное? Вот так вот оцениваю. Я про эти подачки узнал в Алтайском крае, в небольшом поселке Кулунда, где бабушки продавали дыни и что-то страшно ругались. Я там подошел, говорю, в чем дело? Они говорят, что совсем обнаглели. Это они нас, вот, действительно, хотят за 10 штук. Бабушки бедные, это видно, да, и там вообще население очень бедное в Алтайском крае. Но оно очень, действительно, гордое. Деньги надо взять обязательно. Возьмем еще, когда ведем прогрессивную шкалу налогообложения. Они заплатят нам двойне и тройне. Действительно, люди с двойным гражданством, у которых интересы на Западе, они, соответственно, так и относятся к нашей внешней политике. Поэтому дальше они будут сдавать и другие наши интересы, как на международной арене, так и внутри страны. Дмитрий, у меня нет никакого сомнения, что у тех, у той правящей элиты, которая есть в России, и которая имеет счета за границей, собственность за границей, детишек за границей обучают, лелеют, так сказать, бизнес там развивают. У них, у этой элитки, она вокруг Кремля вся, возле кресла бегает царского, да? Здесь таких нет. Да, здесь таких нет, вот они там. У них нет родины. У них родина там, где деньги. И если придет время, и они увидят, что эти деньги могут у них отобрать, эти деньги, неважно где, здесь или за границей, они придадут родину, они сдадут всех. Потому что эта поганая, вот эта национальность, я ее называю поганой, и за денег, за золото продадут душу дьяволу. Вот это как раз сегодня и называется элиткой. Вот я в этом глубоко убежден. И если кто-то, так сказать, еще думает, что раз он в кресле высоком и будет сидеть вечно, не будет, сдадут с потрохами. Николай Николаевич, ну вот до выборов в Госдуму остается чуть больше двух недель. И, к сожалению, весьма расцвестанены такие настроения, что, ну видите, да, тотальная лицемерие, действительно тотальный обман. И власть нарисует себе абсолютно любой результат, который захочет, совершенно не связанный с тем, как народ проголосует. И ходить голосовать бесполезно. Вот что бы вы могли возразить, что бы могли сказать этим людям? Ну я сначала позволю себе тоже исторические примеры насчет нашей элиты. У нас был один очень большой сторонник интеграции страны в мировую экономику. Истинный борец с тоталитаризмом, сторонник движения без границ, звали его Колчак. Его, значит, движение без границ, в формуле известной было отражено там, да, мундир английский, погон французский, табак японский. Продали чувачка Чехе эсеровскому полицентру, по-моему, за несколько ящиков золота и устроили ему подледное плавание. Это один пример. Второй пример, когда героические красные войска под командованием Боревича вошли в Владивосток в октябре 22-го года, закончив гражданскую войну на Тихом океане, окончили поход. Биржа города Владивостока, биржа, вознаменование победы Красной Армии сделала подписку среди своих членов и преподнесла командующему золотое оружие. Вот так надо действовать нашему бизнесу 20-го сентября. Что касается ходить-не ходить, 25 тысяч наблюдателей, которые никогда не заинтересовались политикой, уже есть. Могу сказать только вот за наше движение. В Приморье за последнюю неделю 148 человек, в Хабаровском крае 110. Я хочу подчеркнуть, что это все наблюдатели, работающие бесплатно. Потому что они наблюдают не ради нас, они наблюдают ради своего будущего, ради своих детей и внуков. Поэтому, если мы с вами, дорогие друзья, обеспечим наблюдателями все избирательные участки хотя бы крупные, а мы сделаем это. Потому что напор на сайт Красной Контроль, в хорошем смысле, напор, он вообще такой, что сайт не справляется. Если мы обеспечим такое наблюдение, то биржа города Москвы должна готовить заем очередной для награждения золотым оружием будущих красных депутатов в Государственной Думке. Дорогие друзья, задам всем один и тот же вопрос. Просьба отвечать кратко. Начну с Николана Николаевича. В заключении нашей программы, как бы подводя черту, что нужно сделать, чтобы наша российская власть перестала быть лицемерной? Ее надо сменить на выборах 19 сентября. Эта система управления в Российской Федерации, которая внедрили Ельцин и Путин, она прогнила насквозь. За 30 лет капитализма в России можно сделать абсолютно четкие определенные выводы.